На нашем телефоне есть очень много настройок, как полезных, так и не полезных, а именно по прослушке нашего телефона. Если они включены, то они сгубно могут влиять на работу нашего устройства. Вот, к примеру, вот эта вот настройка защитить IP-адрес во время звонка поможет вашему WhatsApp сделать так, чтобы никто не отследил ваш телефонный звонок. И никакие с ним связанные данные, передачи там видео, фотографии личного характера, либо документы, которые вы можете отправлять на подпись. И кто-то по ошибке, да не случайной ошибке, а целенамеренно может воспользоваться этими тоже документами. Чтобы такого не было, вам нужно включить вот этот вот защитить IP-адрес во время звонков. Это очень новая настройка, которая в WhatsApp. Я убежден, что 100% вы о ней не знали, да она у вас будет выключена, если вы доберетесь к ним, к этим настройкам, которые я сейчас вам покажу. В этом ролике разберем, как отключить прослушку на всех устройствах, без каких-либо программ, без дорогого оборудования. А именно, технически вы можете все отключить, то, что у вас есть в телефоне. Потому что разработчики эти настройки хотя и прячут, но они есть. Если разобраться, вы можете отключить прослушку на телефоне на 99,9%. И мы сегодня вместе с вами разберем три способа, которые даже четыре плюсом, которые помогут нам отключить прослушку в WhatsApp. Отключим прослушку просто в телефоне, в Play Market. И отключим прослушку, которую вы говорите. А также найдем прослушку микрофона и камеры, которые могут автоматически включаться, работать в режиме офлайн, в автозапуске, автоматически запускаться. И тоже собирать ненужную вам информацию. А на их взгляд это очень нужная и полезная информация. Так что усаживайтесь поудобнее. Я буду вам сейчас рассказывать все по порядку. Давайте начнем с WhatsApp, так как мы уже начали ним разбираться. Я вам покажу одну настройку, которую должен сделать каждый из вас. Просто заходим в WhatsApp, разблокируем наше устройство. Давайте я зайду полностью на главное меню. Вот здесь у вас будет в правом верхнем углу три точки. Вы нажимаете три точки, нажимаете настройки, попадаете в вот такое вот меню. Где в принципе и будет начинаться комплекс настроек вашего WhatsApp. Среди этих многих настроек будет эта настройка, которая нам очень важна. Называется она конфиденциальность. И в самом низу недавних пор появился вот такой вот пункт, который называется расширенные настройки. Расширенные. Защитить IP адрес во время звонков, отключить предосмотр ссылок. И здесь читаем, что у нас указано. Чтобы затруднить определение вашего местоположения, звонки с этого устройства будут передаваться в защищенном режиме через серверы WhatsApp. Это снизит качество звонков. Качество звонков может и снизиться, ну не на большое значение. Но тем не менее, все ваши местоположения, звонки, которые будут в защищенном режиме передаваться, они будут защищены. И все файлы, которые вы будете передавать во время этого звонка, да и просто, когда эта настройка будет включена, они будут в глобальной безопасности. Потому что WhatsApp нам всегда рассказывают, что он безопасный, да, мессенджер. Но бывает утечка и у них. Так вот, вот этой вот настройкой вы себя еще раз обезопасиваете. И я рекомендую ее включить на каждом устройстве прямо сейчас. Давайте переходим к второму пункту, который тоже немаловажен. Мы будем отключать прослушку, что вы говорите возле вашего телефона. Может прослушиваться и отправляться вашим разработчикам. Для того, чтобы этого не было, вам просто нужно зайти в поиск настройки телефона и в поиске написать либо синтез, либо просто речи. Мы это делаем для того, чтобы вы быстрее нашли эту настройку, называется она синтез речи. Они искали по разным пунктам, которые могут передавать ненужные нам настройки, которые нам нужны. В разных просто телефонах эти настройки синтез речи может спрятана. К примеру, она у меня находится в расширенных настройках, языке вот, расширенные настройки и клавиатура. И только потом я могу добраться к синтезу речи. Если воспользуетесь поиском, то вы его сразу найдете, тут же, мгновенно. Заходим в синтезатор речи по умолчанию, видим вот эту вот шестереночку, невзрачную такую, и нажимаем на шестеренку, а не на полоску, стрелку. И здесь у нас анонимные отчеты от синтеза речи. Как видите, они у меня выключены. Выключены, потому что я зашел сегодня, просмотрел эту настройку и выключил. И я хочу сказать, что неделю назад я ее тоже выключал. Но перед этим промежутком времени недели, я обновил свою версию до iOS, до 14 версии свой Android. И хочу сказать, что у меня теперь Android обновился, а после обновления эти настройки, как правило, все включаются. Ну так разработчик сделал, что все нужно делать по-новому, и вам лучше эту настройку все-таки выключить, если она у вас включена. И читаем. Если вы включите эту функцию, мы сможем собирать анонимные отчеты об использовании сервиса. Это поможет нам лучше понять, как работает синтез речи на вашем устройстве. И ниже наведены примеры, где вы можете тоже ознакомиться, что будет затронуто, какая информация будет затронута, какая собирается, а какая и не тронута. Выходим назад отсюда. Мы отключили с вами уже два пункта. И предлагаю еще отключить третий. Эта прослушка в вашем телефоне всегда включена. Нам нужно будет зайти в настройки и найти такой пункт, который собирает глобальную информацию. Казалось бы, он сделан для того, чтобы в детей собирать информацию, когда они находятся на устройстве. Но почему-то мы забываем, что он у нас работает, когда мы пользуемся телефоном. Называется это анонимные отчеты, цифровое благополучие и родительский контроль, который находится здесь. И если вы сюда зайдете, вы увидите, что он собирает всю информацию, которая находится на вашем телефоне. К примеру, я специально включил перед этим видео, чтобы вы могли убедиться в том, что он действительно работает. И мы здесь видим, что Google Play у нас работает, другое, WhatsApp, настройки. Наибольшая я искал всех настроек. Также было 8 разблокировок и 49 уведомлений мне пришло на мой телефон. Так вот, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно этот пункт, цифровое благополучие и родительский контроль, отключить. Потому что собирается глобальная информация о нашем телефоне, вплоть до того, где мы ходим. Входим. Значит, смотрите, как оно отключается. В правом верхнем три точки управления данными. И вот этот вот пунктик нам нужно просто выключить. Дальше закрыть доступ в настройках. И вы найдете цифровое благополучие, где вы успешно его можете отключить. Но это еще не те проблемы, с которыми вы коснетесь, потому что косвенно вы его еще не отключили, этот пункт. Для того, чтобы его полностью отключить, нам понадобится Play Market. Заходим в Play Market, нажимаем на свой аватарчик и ищем пункт, который называется «Справка и отзыв». Переходим в меню настроек. «Как удалить приложение с устройства Android». Ниже находим «Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений». И здесь вы можете найти уже такой пункт, который называется… Вот мы только что его искали. «Цифровое благополучие». Видите, там мы отключили, тут отключено. Но оно работает дальше. Видите, кнопка «Активно остановить». И здесь нам нужно что сделать? Разрешение. Видите, запретить местоположение, файлы, физическая активность. То есть все разрешения, чтобы были выключены. Питание и производительность тоже ставим. Ограничено этому приложению. И только после этого мы можем нажать ему «Остановить». Вот эту вот кнопочку. «Окей». И вот таким вот образом мы его остановили полностью. Как видите. Ну и последнее давайте, где я вам уже говорил о том, что может камера, микрофон в паре работать. Заходим в «Настройки». Ищем такой пункт, который называется «Приложение». Здесь разрешение и автозапуск в фоновом режиме. Если вы сюда зашли уже, то обратите внимание на три точки в правом верхнем углу. И вас будет показать системные приложения. Здесь убедитесь в том, что у вас вот это вот отключено, что я включу. Здесь у вас может быть включена камера и диктофон. Соответственно, автозапуске может подключаться диктофон когда угодно. И камера может тоже включаться когда ему угодно. Выключаем эти два пункта и спим спокойно. Вот такие вот настройки сегодня были. Я думаю, после отключения вы избавитесь от прослушки. До скорого. Всем пока. Здесь я оставлю еще парочку приятных и полезных роликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok